В Сочи во время сильного шторма 5 августа утонули три человека. Случилось это в разных районах города на так называемых диких пляжах. Там, где работают спасатели, отметили на совещании, а это более 190 пляжей по всему сочинскому побережью, происшествий не зафиксировано. Несчастные случаи в основном происходят из-за того, что люди игнорируют запреты, сообщения о штормовом предупреждении и идут на необорудованные пляжи, где купаться в целом не рекомендуется. Анатолий Пахомов отметил, во время шторма по всему побережью должно быть установлено дежурство. Руководители пляжных территорий совместно со спасателями просто не должны допустить такого случая, что человек пьяный находится на море. И как только они его видят пьяного и видят, что он неадекватен, вызывать полицию. У нас огромные силы. Полиция есть, казаки есть. Почему нельзя было расставить на всей территории и сказать, не пускать никого? Мы же знаем и говорим о том, что люди приезжают сюда на отдых, выпивают. Естественно, теряют разум. И в этом случае надо применять силу ради того, чтобы эти люди остались живы. Конечно, о безопасности своей жизни во время отдыха на море должен заботиться сам человек. Но факты порой говорят об обратном. Так, например, 27-летняя женщина из Ростовской области, несмотря на то, что была в положении на большом сроке, отправилась утром на пляж в поселке Учдере, где в 5 часов утра и родила малыша. К счастью, все завершилось благополучно. Особый контроль должен быть и в отношении детей. И если в частных случаях за ребенка ответственность несут родители, то к мониторингу за отдыхом организованных детских групп подключились и сотрудники администрации. Они вместе с руководителями гостиниц, арендаторами пляжей, сотрудниками нацпарка и кавказского заповедника контролируют все их передвижения вплоть до отъезда из города. Говорили на планерном совещании и о другой безопасности – противопожарной. В городе продолжается работа по формированию так называемых «островков» для пожарной и другой спецтехники на придомовых территориях. На некоторых улицах уже поставлены знаки и нанесена разметка. Также на курорте ведется активная инвентаризация бесхозных сетей энерго-водоснабжения и водоотведения. Создать карту бесхозных сетей и передать их ресурсоснабжающим организациям планируется к концу года. Бесхозных сетей в городе быть не может, поэтому администрациями внутригородских районов проводится титаническая работа по выявлению таких сетей. Заполняются определенные формы, после чего информация передается в департамент городского хозяйства для регистрации муниципального права. Параллельно направляются запросы в департамент имущества Краснодарского края для того, чтобы подтвердить, что сети являются бесхозными. Подняли на планерке и транспортный вопрос. По поручению мэра в автобусах и маршрутках проверили работу терминалов для безналичной оплаты. Как оказалось, на муниципальных маршрутах расплатиться картой можно, а вот водители коммерческих перевозчиков зачастую не предоставляют пассажирам возможность оплатить проезд по безналу. Терминалы либо не работают, либо отсутствуют или намеренно прячутся. В чем причина, обсудят отдельно с представителями автопредприятий.